итак hello people давайте мы с вами сделаем в этом видео загрузим текстуры с crazy bump в 3d code вот так это сделать давайте для начала мы имеем вот такой модель как я сделал вот далее после того как у нас есть модель давайте надо сделать UV развертку она может быть любая по вашему смотрению но учтите там где у вас будут швы конечно displacement у нас будет нарушен ну ладно сейчас продемонстрируем поехали сделаем модель теперь нам нужно ее запечь так для это ходит на запечь запечный обработанный патч является такой диалога окно где мы должны выбрать следующее здесь имеется у нас разрешение разрешение потом вот две верхних цифры которые вы видите вверху этим это разрешение каркаса сетки вот то есть у нас наша модель будет еще поделена у нас на такое вот количество вам сейчас продемонстрирую и вот это разрешение это разрешение выходной текстуры поставим здесь чтобы побыстрее все работало маленькая ok кстати должен сказать что вот в этом режиме большая нагрузка гораздо больше нагрузка на процессор идет чем в работе с картами нормальной без дисплейсмента ну ладно не будем заставить внимание просто жмем вот переходим в меню рисование вот у нас такая вот штучка получилось а потому что я здесь нажал сглаживание не забывайте сглаживание начал вас будут искажение текстур дальше переходим меню текстуры загрузить текстуру но не забудьте поставить чтобы у вас был спекуляр они металл нас окей загружаем текстурами вот я за которым выбрал подходящий окей теперь нам нужно грузить карстула дисплейсмент черно-белый не забудьте являться как у диалога в окно где нам нужно выбрать один из вариантов либо серый 0 либо черный 0 черный 0 означает что вы будете либо только вдавливать либо выдавливать вот ну то есть ваш модель будет в одном направлении изменим деформироваться либо серый 0 значит у нас черный будет вдавливаться а белый выдавливаться то есть будем иметь что деформация происходит происходить будет двух направлениях ладно в общем попробуйте сами выберете нужно это зависит от ситуации он далее и нормализованы ненормализованы если ненормализованы только как видите у нас есть выбор здесь значение интенсивности но окей выбираем загружаем сейчас подождем получилось хорошо кейти дисплейсмент у нас есть с этим слоем как видите у нас добавился новый слой но это только в новой версии 3d code в предыдущих версиях у нас слой с дисплейсментом не добавлялся новый он добавлялся тот слой который у вас текущий на данный момент ну вот а если сейчас мы можем у нас вот такой вот слой с подписью дисп мы можем изменять интенсивность с будущей позвонка высота вот такие ну что ж поехали дальше дальше переходим текстура 5 и загрузим карту нормально карта на малифтором в тангенциальном пространстве так как в 3d code мы делали в тангенциальном пространстве то вы загружаем ее давайте выбираем соответствующие так не удивляйтесь чтобы кое-что кучу вы не видно просто легко что делать за кадром так выбираем прорезет на самом деле если вы загружаете сюда то из крысьбом здесь ничего не нужно менять никаких галочек ставить просто убираем все галки и все окей все есть контракт как говорится если мы сейчас отключим все свои кроме нормально как видите вот он и он никакой геометрии не изменяет вам чем дисплейсментная она не будем заставить внимание окей прежде чем ты дальше давайте нас доверимся что у нас включены правильно рабочее пространство вниз металлас спекуляр так как конкретно крызи бампан делать вам такие материалы убираем первый вариант спекуляр вас выбрали на переходим дальше импортировать и цвет зеркальности так так ну что загрузить нажимаем цифру 7 и смотрим вот у нас 7 или вот здесь можно меню просмотр и 7 как видите свет спекуляра могло если переключена глаз цифры ты нажав у нас ничего нет но глаз можно использовать по сути ту же самую карту так как мы в крызи бамп наглядного подбирали как у вас будет выглядеть материал поэтому никаких проблем с этим просто то же самое копируем можно использовать любую другую как видите вот приходим текстуры импорт опять и карта блеска загружаем в отдельный слой ну чтож можно наглядно все посмотреть сейчас давайте нажимаем цифру 3 видим что у нас у нас в реального времени вот вы можете здесь давай добавить источник света и делать с ним манипуляции типа вращение положение о вертикали нам вот чтобы подобрать нужно начинать поставь 6 20 чтобы было примерно как южное солнце и так ну что ж ладно нас достаточно довольна результатом и переходим к последней карте который нужно загрузить так ну чё переходим текстуры или выбираем бентоклюжен внешний а вот здесь такой диалог в окно появляется кстати он появлялась когда не голос импортировали вот но я не указал что же такое здесь у нас а именно нужно выбрать либо один из каналов если у вас черно-белое изображение уже либо все-таки если не черно-белое то на выбираем здесь значение 10 то есть у нас есть еще average нужно среднее в общем то если у вас черно-белый выбирайте любой в принципе вариант кроме двух последних ждем вот загрузился вроде бы все как как надо но почти давайте на стоит режим умножения мультиплай но знаешь почему загружается нужно просто пока сменить на любой другой режим вот и кстати по моему работает так у всех не только у меня а вот я пока любой другой и обратно на мультиплей все у нас окей ну чтож мы с вами все сделали что хотели в общем то если у вас остались вопросы задавайте их не забывайте в комментариях если видео казалось полезным ставьте под ним лайк подписывайтесь на канал мне зато александр всем пока